Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В эту субботу президент Турецкой Республики Раджеп Таип Эрдоган принял присягу в парламенте и официально вступил в должность главы государства на очередной пятилетний срок. Церемония инаугурации прошла в Великом национальном собрании, то есть парламенте Турции. На ней Эрдоган заявил. «Я как президент клянусь своей честью и честностью перед великой турецкой нацией и историей защищать существование и независимость государства, соблюдать конституцию, верховенство закона, демократию, принципы и реформы Ататюрка, а также принципы Светской Республики», – присягнул Эрдоган. По данным турецких СМИ, на церемонии в качестве иностранных гостей присутствовали 21 глава государства и 13 премьер-министров, среди которых был также премьер-министр Армении Никола Пашинян. Отметим, что между странами нет установленных дипломатических отношений. Более того, как посчитали многие наблюдатели, на самой церемонии случился и дипломатический казус. Перечисляя имена иностранных гостей, Эрдоган не назвал имени армянского премьера, а место, которое ему отвели на церемонии, было за спиной президента Азербайджана Ильхама Алиева. Напомним, что 1 июня Центр избирком Турции обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента страны, которые состоялись 28 мая. Эрдоган был признан переизбранным главой государства с 52% голосов избирателей, а его соперник, лидер оппозиции Кемаль Калачтарглу, получил более 47%. Отметим, что выборы в Турции привлекли внимание многих СМИ далеко за пределами региона. Почти все телерадиообещательные организации и газеты Европы вынесли в свои заголовки победу президента Эрдогана во втором туре президентских выборов. Победа президента широко освещалась российскими СМИ. Газета «Известия» вынесла в заголовок статьи фразу «Эрдоган заявил, что на президентских выборах победила демократия». Выступая вечером 28 мая перед президентским комплексом, турецкий лидер сказал «Мы не единственные победители, выиграла вся Турция». Газета «Взгляд» сообщила о победе президента Эрдогана на выборах с таким заголовком. «Эрдоган объявил век Турции». Авторы статьи отмечают, турецкий лидер назвал эти выборы великой победой. Во время предвыборной кампании Эрдоган говорил о достижениях страны под его руководством в столетия республики под лозунгом «Века Турции». Британская телекомпания BBC сообщила, что жители Стамбула и Анкары начали праздновать победу Эрдогана на выборах в президентском комплексе и на улицах. BBC привел выражение благодарности турецкого лидера из его первого обращения к избирателям. В тексте «Новости» журналисты отметили, Эрдоган в очередной раз доказал, что нелегко конкурировать с ним. В эфире Channel 4, одного из ведущих новостных каналов Великобритании, говоря об итогах голосования, отметили, выборы называют референдумом, который определяет будущее Турции». Американская пресса также широко освещала второй тур президентских выборов и гонку между действующим президентом Реджепом Таипом Эрдоганом и его конкурентом от оппозиции Кемалем Калачдараглом. Новости об итогах турецких выборов вышли в заголовки ведущих новостных сайтов американских СМИ. CNN ввел прямую трансляцию голосования в Турции. Репортеры телеканала показали в прямом эфире восторженные гуляния в городах к Турции, продлившиеся до поздней ночи. Журналисты также обратили внимание на выступление президента Эрдогана после оглашения предварительных результатов, в котором он сделал акцент на единстве. CNN также отметил поздравления с победой, направленной Эрдогану мировыми лидерами, особенно президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании. Одна из ведущих газет штатов New York Times посвятила выборам отдельную страницу на своем сайте. В своей статье под заголовком «Президент Эрдоган победил после самого серьезного испытания» New York Times указала турецкий лидер – самый влиятельный политик Турции в течение последних 20 лет. Согласно избирательным органам страны, победил оппозиционного кандидата Кемаля Калачдараглу. На веб-сайте The Wall Street Journal приводятся цитаты экс-посла США в Турции Джеймса Джеффри, который назвал Эрдогана спокойным, даже когда на него оказывается давление. Дипломат отметил, что турецкий лидер знает, что делает и за что ответственен. Это нравится большинству избирателей и особенно нравится турецкому электорату, добавил Джеффри. The Washington Post также сообщила о переизбрании Эрдогана, отметив, что действующий президент победил бросившего ему вызов кандидата, которого поддержало объединенное оппозиционное движение. Издание «Политику» вынесло в заголовок фразу «Эрдоган снова побеждает». Издание отмечает, что президент продлил свое 20-летнее пребывание у власти, обещая построить век Турции. Эрдоган в состоянии влиять не только на будущее направление демократии в 85-миллионной стране, но и на формирование политики в регионе и за его пределами, отмечает в «Политику». В статьях мировых СМИ также отмечена решающая роль Турции в заключении Черноморской зерновой инициативы, которая, как пишут издания, лишний раз подчеркивает влияние Эрдогана на международные отношения. Среди лидеров НАТО редко кто поддерживает хорошее отношение с президентом России Владимиром Путином даже после событий в Украине, константирует «Политика». Агентство «Блумберг» в статье по итогам выборов уточняет. В течение следующих пяти лет, вероятно, мы будем наблюдать, как в области внешней политики Эрдоган будет продолжать защищать независимость Турции в борьбе между Востоком и Западом во всех вопросах, начиная от торговли, заканчивая военными конфликтами.